Легенда о драконе Режиссеры Хунг-Конг и Джонни Ли Мой отец говорил, что наша родная страна так велика Голосуем за проведение здесь игр в 2010 году Я согласен, многие места в нашей стране современные Но некоторые все еще довольно отсталые и подвержены влиянию традиций Что ж, думаю, это то, что я переживаю прямо сейчас Я знаю, что я должен исправить множество вещей Но я запутался Я не могу найти свой идеал Я потерял баланс Потому что, когда мне было 10, мой отец Мой отец бросил нас Меня и мою маму Он был председателем Гонконгского общества боевых искусств Дзиньмо Однажды он поймал серийного убийцу И заработал Орден Мужества А также приобрел известность Победив мастера карате Моего отца звали Дракон Чи Меня должны были назвать Дракон Младший Но я не знаю, почему Моя мать назвала меня Фун Чи Эй! Вы что делаете? А ну-ка, вставайте! Быстрее Снято Мотор Ты только посмотри, кто на обложке Быстрее, быстрее Идите сюда, вы, два недотёпы Да, цепись ты от него Что ты всё время его обнимаешь? Я хотел сказать Что? Цезанна Не надо на него орать А то он начинает Не беспокойся Твой сын уже думает кое о ком-другом И он не гей Ты уверен? Что-то я не вижу, чтобы ты на свидание ходил Так и ходишь с ним целыми днями Мне в туалет надо Забудь об этом У Лауры просто вдохновение проснулось в последние дни Она и супермодель, и божественная певица Поэтому ей сейчас не до меня Как давно ты с ней не виделся? Два года Ну очнись, сынок Ты опять читал про боевые искусства? Я вспомнил про одну очень важную посылку Её нужно доставить сегодня Тогда чего ты стоишь? Это же мой папа Простите, виноват Что думаешь, просто так изменишься и уйдёшь? Ты должен компенсировать расходы на лечение Тебе? Ты так шутишь? Неплохие движения Удар полумесяца Слышал когда-нибудь раньше? А как насчёт удара Тама? Рука призрака, не отбрасывающего тени Кулак Богомола Кулак Богомола Удар справа Удар слева Обезьяна в засаде Ещё раз И ещё раз А теперь Кулак Вин Чун Кулак свободного стиля Ты что, из общества Дзиньмо? Что? Общество? Нет Я из клуба Любители комиксов Тебе часто отец снится Теперь ты его ещё и наяву видишь Тебе правда его настолько не хватает? Полагаю, он нужен каждому Тебе, например Ну да Но как я могу скучать по нему, если я даже не знаю, кто он? Что случилось? Что ты делаешь? Отцепись Да я лечу его Хватит Трогаешь его целый день Нет Я должен выучить кунг-фу Что ты сказал? Что? Что ты сказал? А почему нет? Мой отец был председателем общества боевых искусств А я, его сын, вообще кунг-фу не знаю Это же такой позор Кроме того, меня постоянно бьют Только потому, что я не знаю кунг-фу Что ты сказал? Ну-ка, повтори Успокойся Я правда не понимаю Почему ты так сильно ненавидишь кунг-фу? Потому что кунг-фу сделало нас бедными А тебя с ума сведёт Один уже сошёл Ребёнка и жену бросил Это твой отец Совсем другим человеком стал после этого кунг-фу Или ты хочешь, чтобы я умерла, не так ли? Сюзанна В чём дело? Как ты? Это что, опять анемия? Лекарство, лекарство Нет, мне не нужны лекарства Я просто хочу, чтобы ты Окончил школу с хорошими оценками И поступил в приличный колледж Где изучаются компьютеры Тогда мне лекарства не нужны будут Но ведь изучай компьютер, я смогу и Изучать компьютеры Я сказал это однажды Помню, тогда шёл дождь Я смотрел тебе в глаза Если ты Можешь услышать своё сердцебиение Это означает, что тот, кого любишь, ты Тоже тебя любит Я слышу это Если ты закроешь глаза И улыбнёшься Это будет означать, что тот, кого ты любишь, любит тебя Я хочу прогуляться с тобой Под дождём Но я могу только написать Я хочу поговорить с тобой Но ты не отвечаешь мне Сюзанна, мне тебя так не хватает 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 Это Лаура. Я хочу увидеться с тобой. Ладно. Ты попросила Фун Чи и Фу Кунга прийти навстречу. Ты что, шутишь? Эта судьба шутит со мной. Почему все мужчины, с которыми я встречаюсь, сумасшедшие? И если Фун Чи сумасшедший, то Фу Кунг даже еще хуже. Он богат, высокий, красивый и жутко самоуверенный. В общем, просто замечательный. Он также представлял Гонконг на Олимпийских играх. Даже шел на золотую медаль. Но он высокомерен. Не может принять проигрыш. Это какой-то душевный дисбаланс. Он мне нравится, но я боюсь его. Осторожно, вокруг чужаки. Поменяй туфли. Открой дверь. Собственно говоря, все нуждаются в любви. И я тоже. Но есть и другие вещи, которыми мы хотим обладать. Это было бы так здорово, если бы не было конфликта с тем, что мы хотим и чем обладаем. Я говорю о людях, а не о вещах. Не надо быть слишком жадной. Жадной? Ну хорошо. Ты влюбляешься, когда ты жадная до любви. Ты зарабатываешь деньги, когда становишься жадной до денег. Стремишься к известности, когда жаждешь славы. Жадность — это движущая сила. Но раз ты сейчас такая жадная, ты счастлива? Счастлива. Императорский сад на вершине. Уже почти закончен. Интересно, насколько большим он будет. Чифун, ты пришел. Привет. Брат, у тебя проблемы с навыками обслуживания. Знаешь, ты должен был спросить гостя, что он желает выпить. Мне пиво, пожалуйста. Простите меня, но пиво я не подаю. Я здесь новый супервайзер. Что ты сказал? Ты что, не слышишь? Я говорю по-английски. Еще по-испански. Миямо Дэвид Лай. Ола. Ладно, ладно. Какая у тебя фамилия? Гонконг воссоединился с родной землей. Мы должны говорить на Ботунхуа. Кто же так пялится на другого человека? Прости. Я просто так давно тебя не видел. Ты такая красивая. Даже более красивая, чем в моих снах. У меня проблема. В чем дело? Дай мне знать. Не важно, насколько все серьезно. Это нечто ужасное. Ты правда не боишься? Даже если это будет стоить мне жизни. Я готов умереть ради тебя. Скажи мне. Чифон. Я нравлюсь тебе так давно. До тебя доходили слухи обо мне и Фукунге. Я знаю. Должно быть это все. Догадки из прессы. Мне хорошо известно, что ты не меркантильная. Это правда. Для начала скажу, что я испытываю к нему довольно нежные чувства. Но он оказывает на меня слишком много давления. Он ходит за мной в туалет, спрашивает, кому я звонила. Он думает, что я люблю кого-то больше, чем его. Но мне всегда нравился только один парень. И это... У меня нет ни капли свободы. Я подумал, что с меня этого хватит. Поэтому я сказал ему, что всегда мне нравился ты. Мой новый владелец это... Что? Я думал, мы будем говорить на Путунгхуа. Мой босс будет представлять Гонконг на следующих Олимпийских играх. Есть большая надежда, что он завоюет золото в карате. Уважаемый человек Чен Фукунг. Я не какой-то там бесчувственный человек. Если ты мужчина, тебе лучше принять мой вызов. Если выиграешь, я свалю. И Лаура будет твоей. Понимаешь ли? Получать хорошие оценки — это не цель образования. А любовь — это не победа и не проигрыш. Вообще-то, любовь может. Заткнись. Я ухожу от тебя. Из-за твоего отношения к проблеме. Так что уходи. Я правда люблю тебя. Я не сдамся. А ты? Тебе лучше подумать над этим хорошенько. Ты же вроде говорил, что поможешь мне. Раз говорил, значит, так и сделаю. Подожди. Я еще не закончил. Эй, ты. Есть что сказать. Осторожнее, тараканы. Помой руки. Ладно. Чего ты так на меня смотришь? Ты ничего? Просто ты хороший парень. Чифун. Ты знаешь меня так долго. Неужели ты ни в кого больше не влюблялся в течение этих лет? Если я влюбляюсь, то на всю жизнь. Ну все. Теперь можешь умереть. Ты знаешь, что тебя просто использовали. Что, нравится быть приманкой? Ты что, боли не чувствуешь? Отстань. Куда ты смотришь? Босс Ку. По какой причине вы больше не хотите с нами работать? Я понять не могу. Зачем вам было провоцировать Чена Фукунга? Его отец очень влиятельный. Он всех своих клиентов отговорил работать с нами. Этот курьерский бизнес, который я всю жизнь строила, теперь вся жизнь под откос. Хочешь вернуть бизнес своей матери? Конечно. Это проект всей ее жизни. Ну что ж. Тогда это зависит от твоего выбора. Примешь ли ты и мой вызов? Получение хороших оценок не является целью образования. А любовь не является ни проигрышем, ни выигрышем. Ты что, в тот раз не понял? Заткнись. У тебя есть только один выбор. Принять мой вызов. Что ты сказал? Вы бы уже были избиты, если бы он не проявил благоразумие. Так что, или твоя мама потеряет все, или ты будешь драться со мной. Подумай хорошенько. Осторожно, там какая-то тень. Босс, у меня опять проблема. Руки помой. Туфли поменяй. Я уже поменял. Я избил копа. Я раньше себе и представить не мог, что в Гонконге так много экспертов боевых искусств. Что? Я хочу увидеться с отцом. Только так, чтобы мама об этом не знала. Я хочу поучиться у него кунг-фу. Забудь об этом. Да, думаю, у отца уже другая женщина. Он же бросил нас. Нет. Мне кажется, твой отец постоянно пишет, Сюзанне. Мама говорила, что, наверное, у него завелась женщина. И она выбрасывает все его письма. Это просто. У меня есть одна идея. Тихо. Сюзанна может быть где-то рядом. Что вы тут делаете? Опять обо всякой ерунде разговариваете. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Отпусти. Идите, мусор выбросите. Не заставляйте меня урезать вам зарплаты. Пошли, мусор выбрасывать, лентяй. Что это? Это письмо от моего отца. Деревня Ванг-Тай-Чи. Где это? У тебя разрешение на въезд все еще действует? Дай-ка посмотрю. Еще не истекло. Твой сын не видел тебя целых 10 лет. Надеюсь, он не будет разочарован встречей с тобой. Кто вам нужен? Мне нужна Лаура. Это опять ты. Я уезжаю, чтобы встретиться с отцом. Сколько раз тебе повторять? Она занята. До сих пор, что даже на телефонный звонок, времени ответить нет. Она очень занята. Простите. Вы знаете, как пройти к деревне Тай-Чи? Она уже близко. Идите вперед. Близко? Да-да, идите вперед. Она близко. Спасибо. Сэр, далеко ли ты деревня Тай-Чи? Она близко. Идите вперед. Опять близко. Опять близко. Мы уже 4 часа идем. А они продолжают говорить, что она близко. А то люди подумают, что мы педики. Пошли. Значит, это и есть деревня Тай-Чи. Номер 328. Номер 328. Наконец-то. Клиника. Станция переливания крови. Вот оно. Никого нет. Что, будем заходить? Смотри-ка, такой же компьютер, как у меня. Посмотри на дизайн этой комнаты. Такой постмодернизм. Твой отец клёвый. Твой отец клёвый. Вся комната заставлена фотографиями его женщины. Наверное, это его женщина. День Йинь. Это мы. Моя бабушка опять заболела. Эй, там. В чём дело? Простите. А где сестра Ванг? Вкупается в реке. Вроде ещё не рано. Давай разделимся и поищем. Это Ван Йинь. Интересно, чем она занимается? Ван Грejоке. Вот это. Ван Гр静. Ты как? Длинные волосы, личико как яблочко, большие глаза, маленький рот. Да это же просто моя мечта. Я, наверное, сплю. Тебе больно? Больно? Поехали в клинику. Меня зовут Ван Янь. Моя сестра Ван Йинь, глава этой деревни. Откуда ты? Из Гонконга. Приехал обучаться кунг-фу у дракона Чи. А где дракон Чи? Он медитирует где-то в горах. Ты приехал, чтобы учиться у него кунг-фу? Да. Можешь поучиться у меня. У тебя? Хочешь сказать, что ты тренируешься тай-чи? Мне кажется, ты слишком молода для этого. Наверняка тебе едва 20 исполнилось. А знаешь ли ты, что это я обучила мастера дракона владению тай-чи? Хочешь сказать, что это ты, учитель Ванг Тай-чи? Большое вам спасибо, правда. Да не за что. Не мог бы ты сказать нам, как там Гонконг? Он очень красивый. Он очень красивый. Его зовут Жемчужиной Востока. Почему он так много разговаривает с Динь-инь, а со мной ничего не говорил? Когда смотришь на него с вершины, он такой красивый. Все огни в городе зажжены. Диско огни. Очень-очень красиво. Он сказал диско. Ты что, знаешь английский? Это же замечательно. Ванг Янь ездила за границу изучать язык. Теперь она работает учителем в деревне. Вот, это вам. Будете слушать. Мне нужно тренироваться, говорить с кем-то. Правда? И это тоже нам? Да. Спасибо. А этот тебе? А кто это будет петь? Он такой высокий. Наверное, его привлекают высокие девушки. Уже вернулся. Ну что? Пошли искать дракона Чи? Куда пошли? Он далеко? Довольно далеко. Лучше бы вам все-таки поучиться у меня. Если близко для вас это идти 4 часа, тогда, полагаю, далеко это 4 дня. Кон. Все-таки она учитель дяди дракона. Разве это не то же самое, обучиться у нее? Вот этот? Да. Скажи свой рост, вес и группу крови. Зачем это? Мне нужно анализировать твое физическое состояние. Следить за прогрессом. А ты продвинутая. Медитация в кунг-фу тай-чи обучает, как взаимодействовать с естественными магнитными полями. Эти знания позволяют стать единым целым с матерью природой. Используй сердце, чтобы слышать окружающие звуки. Звуки матери природы. Это основа тренировок тай-чи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ван Йинь, спасибо за эту проделанную работу Ты должна дальше заботиться о благополучии деревни Это моя семейная обязанность Кроме того, я чувствую, что это главная цель моей жизни Слушай, а тебе нравятся какие-нибудь иностранные фильмы? Ну да, Титаник, Матрица тоже хорошая Я знаю, что у тебя есть тяга к внешнему миру еще с детства Ты мечтала объехать весь мир Ладно, еще поговорим, я возвращаюсь в Гонконг У меня там выступление, пока И что, ты правда думаешь, что эти медленные движения бесполезны? Да Нет, я просто думаю, что... Это же не поможет мне победить Чена Фу Кунга Даже если я буду изучать это целый год Думаешь, кунг-фу изучают только, чтобы тратиться? Конечно нет, тем более он мой хороший друг Это будет просто дружеский спарринг Я знаю, что вы в Гонконге постоянно куда-то спешите Тайчи может быть быстрым и медленным Вначале все медленно Но это необходимо, чтобы раскрыть свои разум и тело Я понял Но, может быть, теперь ты обучишь меня чему-нибудь более практичному Ты помнишь три правила? Какое было третье? Спешка ради результата Высокомерные отношения В этих случаях обучение не выйдет Корошенько запомни это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще разок Опять не настроено Настройщик сказал, что это слишком далеко и не приехал Черт побери Ну ладно, давайте еще раз Учитель, учитель Кто-то смотрит на вас Если ему нравится день Йень Зачем он приходит за мной подглядывать? У нее уже есть парень От меня никакой пользы Мне правда очень жаль Я неудачник У меня даже не хватает смелости заговорить с ней Что, правда? Ну ты и правда неудачник Не важно У меня еще полно времени Да, еще около семи лет Если мы останемся здесь, чтобы тренироваться Рано или поздно я с ней заговорю Вот ты всегда так Думаешь только о себе Будущее Лауры И будущее маминого бизнеса Все целиком на мне Интересно Еще кому-нибудь так же везет Вы двое снова пьете и курите Нарушаете главные правила тренировок Я должен рассказать учителю Что? Ты вообще кто такой? Ванг-Ванг Ванг-Ванг Как щенок, что ли? Вы что, смеетесь надо мной? Тогда я покажу вам, на что способен Завтра я преподам вам урок Толчка руками Не думай, что мы испугаемся тебя, щенок Завтра я тебя взгрею Вот завтра и посмотрим Ванг-Ванг Поехали назад в деревню Уже иду Уже даже дети наезжают на меня Поверить не могу Давай, повторяй за мной Ты не могла бы помедленнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, парень, опозорился? И что? Давай я тебя научу кое-чему. Притворимся, что ты побил меня и вернёшь себе уважение. Правда? Хорошо. Но ты кажешься староватым. Ещё сломаешь чего-нибудь. Что? Я старый. Никто не смеет называть меня старым во всей деревне. А ты что? Ну-ка, вставай. Ну ладно. Я серьёзно, пошли. Учитель, простите меня. Вы ударили меня. Вы лжец. Я лжец. Вовсе нет. Просто я забыл, что говорил. И это нормально для такого уровня, как у меня. Кстати, что я сейчас сказал? Ну, теперь моя очередь. Бросок. Ты что, решил всё-таки отомстить мне? Думаешь, я испугался? Детский трюк. Чифун, мы так долго сюда шли. Такой навозный жук, как я, не может справиться ни с ребёнком, ни со стариком. Разве кунг-фу для меня? Разве кунг-фу для меня? У тебя всё в порядке? Да. Обдумай всё ещё раз. Отстань. Почему ты просто не сделаешь мне одолжение? Не перегораживай мне дорогу. Что ты делаешь? Молодой человек, поосторожнее. Дядя Дракон Чи, наконец-то мы вас нашли. Я Роберт. Маленький Роберт. Мы ещё часто приходили к вам на обед. Чифун. Фун. Ты проделал такой длинный путь ко мне. Неужели ничего не хочешь сказать? Конечно, хочу. Но то, что я хочу сказать, это вовсе не комплименты. Я не хочу ничего объяснять. Вся вина целиком на мне. Конечно, на тебе. Ты бросил маму, зная, что у неё такая болезнь. Чтобы прокормить семью, я работал в две смены водителем такси в течение 10 лет, чтобы оплачивать залог на дом. Я открыл для неё курьерскую компанию. Всё закончилось тем, что у меня обнаружили артрит. Я отправился на материк лечить свои ноги и достичь мастерства в моём идеале, китайском кунг-фу. Но Сюзанна не поняла меня. Меня бы не волновал, если кто-нибудь другой не понимал бы меня. Но когда любимый человек не понимает, это очень сильно ранит меня. Я не виновен, но твоя мама думает, что у меня появилась другая женщина. Я не мог помочь, но однажды я дал ей пощёчину. Это было огромной ошибкой. Не нужно было поступать так, что бы она ни сделала. Ну что ж, не могу сказать, что всё, что случилось, это целиком твоя вина. Но почему ты просто не объяснил ей всё? На самом деле, мои идеалы далеки от практичности. Я никогда не винил твою маму. Я знаю, что ты очень сильно увлекаешься кунг-фу. Но я никогда не знал, что у тебя такие идеалы. Прости. Но почему именно сейчас? Ты в порядке? Я в порядке. Никаких проблем. Ты уверен, что всё нормально? Похоже, я ему совсем не нравлюсь. Фун, что у вас там происходит? Здесь отличный пейзаж. Очень сильно отличается от Гонконга. Приезжай сюда, если будет время. Я просто хотела предупредить, если надумаешь заниматься кунг-фу, будь серьёзнее. Не будь как отец, постоянно менять направление. А как там его новая женщина? Очень молодая. Но я думаю, отец больше сконцентрирован на тренировках. Так что проблем быть не должно. И где же он живёт? В горах. А до этого? До этого жил с ней. Но послушай, всё-таки ты его законная жена. Почему бы тебе не приехать и не посмотреть? Превосходно. Пусть всё так и остаётся. Ну что? Что-то случилось? Ничего. Ну что, мастер Чи, пришли пополнить свои запасы? Дайте-ка взгляну. Примерьте. Желаете купить? Нет. Слишком уж мило. Ешь ты, я не хочу. У меня что-то с желудком в последнее время. Пойдём. Смотри-ка, шляпа. Как тебе это? Хорошо, давай попробуем. Ну как? Неплохо, неплохо. Давай ещё одну. Есть какая-нибудь другая. Вот эта. Ну как тебе? Отлично. Хорошо смотрится? Мама, что там? Что случилось? Ничего не говори. Я уже здесь. Я видела твоего старого, толстого отца с другой женщиной. Дай я тебе объясню. Я не шучу, я их видела. Приезжай на станцию прямо сейчас. Я уезжаю завтра. Нет, мам, ты не права. Я ничего не понимаю. Я видел его своими собственными глазами. Кто это? Сюзанна? Что она сказала? Она уже приехала. Я должен найти отца. Ты что, сумасшедшая? Позволь папе объяснить. Поехали. Сюзанна! Сюзанна! Даже не думай. Сюзанна! Быстрее, пошли. Быстрее. Быстрее, заходи. Сюзанна! Сюзанна! Всюзанна! Сюзанна! Сюзанна! Во всякое! Видео, видимо салon... Сюзанна, что ты смотришь? Сюзанна! Мадам, может немного сбавить скорость? Жена, у меня правда нет другой женщины. Прочитай этот дневник. Я каждый день писал его все эти коды. Здесь написано, насколько сильно мне тебя не хватает. 5 апреля 94-го. Фестиваль Чен Минь. Дождь. Мы расстаемся с Сюзанной. Теперь я ей не нужен. Я бесцельно брожу по улице. Надеюсь, что на меня выскочит какой-нибудь грузовик. И что с того? Ничего. Ничего. А потом я. Я. Сюзанна. Сюзанна. Послушай меня. Проклятый толстяк. Я никогда не сдамся. Сюзанна. Я люблю тебя. Сюзанна. Люблю тебя. Люблю тебя. Женщина. Я так больше не могу. Спасибо. Сюзанна. Я правда каждый день писал дневник. Я просто начал новый, потому что старый закончился. Просто я ошибся и взял не тот. Старый дневник лежит дома. Поедем со мной, и я покажу тебе, что я не вру. Это твой дом, а не мой. Я туда не поеду. Я не могу понять, почему ты не можешь поверить мне. Даже энциклопедия китайских боевых искусств и то понятнее. Я все видела своими собственными глазами. Не пытайся надуть меня. Это же Ван Ыинь. Она мой учитель. Ну да, может, поначалу и была. А потом, кто знает, что между вами случилось. Мастер Чи, вы это искали. Я принесла. Я не знаю, как благодарить тебя. Вот мой старый дневник. Посмотри сама. 15 августа 2004. Летний осенний фестиваль. День такой солнечный. Небо такое чистое. А воздух очень свежий. А я чувствую себя таким одиноким. Ты опять меня обманываешь. Дай-ка я посмотрю. Сюзанна, но то, что досаждает меня еще больше, это то, что мой сын не понимает меня. Но я не виню тебя в этом. Так же, как и другие виды искусства. Боевые искусства также трудны к пониманию. Обычная мечта всех обычных людей — это богатство. Но я мечтаю быть просто понятым. Я не ожидал, что люди живут только своими надеждами. Если бы ты только поняла меня. Этого было бы достаточно. Сюзанна, дорогая, в чем дело? Что случилось? С помощью моей внутренней силы она уже должна была очнуться. Почему она до сих пор не реагирует? У тебя так долго никого не было. Ну же, не стесняйся. Давай, обними же ее. Здесь больше никого нет. Ты можешь делать, что хочешь. Дорогая, ты очнулась. Я так беспокоился о тебе. Я думал, что я больше никогда тебя не смогу увидеть. Что ты сейчас сказала? Ты... Я сказала... А, вы очнулись. Спасибо. Это просто здорово. Мама, я уж думал, что проведя первую часть жизни с тобой, вторую мне придется провести со своим отцом. Ты что, хочешь, чтобы я умерла? Не хочешь видеть свою мать после встречи с отцом? Вы нужны мне оба. Мисс, простите. Я вас ввела в замешательство. Ну ладно, ладно, мы пойдем. Мама, ешь не спеша. Мой толстячок. Как давно мы не обнимались. Десять лет и двадцать восемь дней. Но тебе лучше сейчас отдохнуть. Я больше никогда тебя не отпущу. Я больше никогда не отпущу. Что это ты делаешь? Да ничего. Просто хотел сделать тебе сюрприз. Компьютеризированная кунг-фу. Вот это креатив, сынок. Я же говорил тебе, что сын компьютерный гений. А ты мне не верила. Это же правда. Он помогает мне перевести мои манускрипты в компьютерную графику. Ты это делаешь ради денег? Деньги не самое важное. Самое важное — это достичь своего идеала. Если фунт сможет помочь мне анимировать все различные школы кунг-фу со всего Китая, тогда энциклопедия боевых искусств станет доступна всем. Если получится, это может принести и деньги. Но если мне придется выполнять такую задачу в одиночку, на пенсию я не уйду до двухсот лет. Для того, чтобы завершить дело всей жизни моего отца, мне потребуются огромные деньги и большая группа компьютерщиков. Ты что делаешь, маленький говнюк? Тебя что, жить в гармонии с природой не учили? Простите, простите. Если ты напираешь, я отступаю. Если ты прижимаешь, я ускользаю. Не беспокойся ни о чем, но думай обо всем. Самое главное — разум. Но внимательно следи за движениями. Прогресс действительно большой. Серьезно? Ладно, на сегодня хватит. Редактор субтитров А.Семкин Роберт говорил мне, что у тебя кто-то есть. Ты сейчас о ней думаешь? Ладно, забудь. Я не лезу в личную жизнь. Да. Мне всегда нравилась одна девчонка в Гонконге. Ее зовут Лаура. Моя первая любовь. Но сейчас... А разве ты не встречаешься с каким-то Чаном Тайфонгом? Чем он занимается? Зачем тебе это знать? Нет, я просто не то имел в виду. Такая девушка, как ты и он, были бы отличной парой. Может, даже самой прекрасной парой в мире. Я надеюсь, твоя Лаура вернется к тебе. Ладно, хватит разговаривать. Пошли. Завтра побольше потренируемся. Интересно, как выглядит эта Лаура. Наверное, гораздо красивее и привлекательнее, чем я. Чифонг, это Лаура. Я приеду в деревню Тайчи по работе. Мы снимаем рекламу для фитнес-клуба. И хотел бы встретиться с тобой. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok «Расскажи мне». Ничего. Хватит отрицать. Я знаю, что тебе нравится, Чифонг. Ты должна сказать ему об этом. Глупая. Любить нельзя заставить. Иди спать. Мы должны быть примером для подражания, олицетворением духа деревни Тайчи. Если ты пример для подражания номер один, почему до сих пор не спишь? Если хочешь быть счастливым человеком, в балансе должны находиться три психологических аспекта. Материальные потребности естественные и стремление к самопоражению. Любовь также очень важна. Снято. Снято. Это так старомодно, дарить цветы. Это дикие цветы. Я их собрал, пока сюда шел. Я хотел сказать тебе. Мои чувства к тебе — это... как взгляд на эти цветы сквозь туман. Не могу предположить, не могу увидеть яснее, но привлекает все больше и больше. Если тебе не нравится, я могу их выбросить. Я же просто пошутила. Старомодное не значит, что мне не нравится. Быть вместе всю жизнь тоже старомодно. Но разве не к этому все стремятся? Чифон, извини. Знаю. Чен Фу Кунг такой мерзкий. Нам надо проучить его. Неудивительно, что я не мог найти тебя. Ты прячешься здесь. Когда уже будем драться? Я уже тебе говорил. Получение хороших оценок не является целью обучения. А любовь — это не победа и не поражение. У тебя какой-то душевный дисбаланс. Ты закончил? Любовь и олимпийское чемпионство для меня одно и то же. Я говорю тебе еще раз, ты мне никогда больше не понравишься. Уходи. Я уже купил этот фитнес-клуб. Я прибыл сюда проверить, как идут дела. Отстань, дай мне передохнуть. У меня нет ни капли свободы. Почему ты так говоришь? Свобода и любовь — это взаимоисключающие понятия. Босс, позвольте мне. Слушай, ты, нарушитель спокойствия. Сомнительное удовольствие. Первый удар будет не от карате. Ты первый. Что же делать? Первый удар будет и не от тай-чи. Я арендовал всю эту территорию в коммерческих целях, так что уходи. Эй, у тебя все дома? Это не Гуанконг. Это деревня тай-чи, семьи Ванг. Если кто-то и должен свалить, так это ты. Это деревня тай-чи. Что-то я не очень поняла. Дракон Чи. Давно не виделись, приятель. Дядя Чи, хотите, я сыграю для вас, чтобы поддержать? Вы точно победите его. Сью, спасибо за твою поддержку. Проигрыш или победа не имеют значения. Не расстраивайся, если я проиграю. Парень, ты знаешь, кто я? Кто ты? Откуда мне знать, кто ты? Ты знаешь, кто я? Больше не будешь таким наглым. Нет. Надо иметь большее уважение к возрасту. Понял? Дракон, сегодня ты потерпишь поражение. Я отомщу за свое прошлое поражение. Мое каратэ победит твое тай-чи. Победа или поражение не имеет значения. Я считаю, все боевые искусства имеют одни корни. И каратэ — это лишь ответвление от кунг-фу. Каратэ — это то же самое тонг-сау-то, произошедшее из кулаков в шаолине. Чушь собачья. Сегодня я одержу над тобой победу. Раз и навсегда. Листья закрывают обзор. Уже началось. Поразительно. Не будь слишком агрессивным. Не позволяй ему себя разозлить. Каратэ учат тому, что каждая часть тела может быть оружием. Я должен победить все твое тай-чи. А это откуда? Блок внезапного грома. Блок. Блок. Кулак тай-чи Папа, как ты? Порядок Какой же порядок? Сейчас буду кровью плеваться Мы уже многому сегодня научились у мастера Нам правда нужно извиниться перед ними На Олимпиаде все соревнования требуют высших очков и высшей скорости Всегда должен быть победитель и проигравший Я дал тебе неправильное представление Я знаю, что давит на тебя Все население Гонконга рассчитывает, что ты получишь золото Поддался? Вы что, не заметили, что мастер Чи постоянно поднимал руки? Учитель такой самоотверженный Сохранить репутацию Буйвола, пожертвовав собой Некоторые, чтобы укреплять организм, уделяют больше времени тренировкам боевых искусствам, а также тренировке силы духа, что делает человека более беспристрастным Используя свои моральные ценности в боевых искусствах, чтобы побороть агрессию Это и есть величайшее достижение Высший уровень Сестра, учитель серьезно ранен? Буйвол имеет черный пояс седьмого дана Наверное, серьезно Зачем вы здесь? Что еще вам нужно? Зачем вы опять сюда пришли? Вас никто не боится Хватит Что вам опять здесь нужно? Я здесь, чтобы навестить дракона Чи Я хочу узнать, насколько серьезны его раны Смотря на него, я не могу думать о каких-либо извинениях Мастер Чи Мастер Буйвол Как твои раны? Буйвол Твои пальцы были такими незаметными Правда, восхищаюсь Я должен был потерпеть поражение Дракон Чи, вы очень скромны Я никого так не уважал в своей жизни Так как уважаю вас, дракон Чи Вы приняли мой удар В то время, как руки были подняты Мастер Чи Я прошу прощения Прошу садиться Благодарю Благодарю Это ты? Давай помогу Хорошо А где Ван Инь? Она пошла на помолвку Почему у меня сердце не на месте? Ван Инь, послушай Босс Чан И правда очень богат У него есть очень успешный бизнес за границей Он решил помочь тебе избавить жителей деревни от нищеты Построить школы и больницы для нас Мисс Ван, я не хочу хвастаться Но у меня правда есть такие возможности Но я бы не хотел подходить к выбору жены Легкомысленно Мне нужна честная и порядочная девушка В общем, такая как вы Я очень долго зарабатывал свои деньги Это был тернистый путь Прошу прощения, но я бизнесмен У меня есть свои вредные привычки Во время разговоров Но все, о чем я говорю Я должен претворить в жизнь Прошу Выпейте еще чаю Что делать? Солнце так ярко светит. Я здесь от дождя прячусь. Я здесь... Просто я в туалет захотел. Нет, честно говоря... Какое солнце? Какой туалет? Я здесь, чтобы фруктов купить для Лауры. Пойдем обратно в деревню. Фрукты продаются там. Хорошо. Ванг-Ванг, хватит. Ван Янь, я люблю тебя. Выходи за меня. Нет, нет. Если не захочешь, может, останемся друзьями. Ты здесь меня ждешь? Да. Нет, нет. Прости. Страус, где? Ты, Страус. Ты меня реально с ума сведешь. Я знаю, что нравлюсь тебе. Почему ты все время от меня убегаешь? Нет, сегодня я дождусь от тебя объяснений. Ты в порядке? Подожди. Не подходи сюда. Ван Янь, ты слишком хороша для меня. Я даже не смогу защитить тебя. Не смогу сделать тебя счастливой. Я тебя сильно люблю, но ты слишком великолепна. Прости. Ну и ладно. Ну, так не пойдет. Это ж мой первый поцелуй. Еще раз? Ну ладно. Я жду. Пока мы верим, что наш основной характер может измениться, мы должны давать шанс измениться своему воображению и представлению жизни, иначе в нашей жизни никогда не произойдет чудо. Берегись скопления тысяч буддистов. Хватит врать. Нет никаких тысяч буддистов в тай-чи и в кунг-фу в целом. А я что, говорил, что это такой стиль? Ты какой-то глупый. Старый учитель, вы устали? Идемте домой. Ты что, меня старым назвала? Сама ты старая. Ты какая-то глупая. Ты что, его старым назвала? Ты уже знаешь, что не должно быть никаких эмоций. Когда ты достигнешь высшего уровня, неудивительно, что у вас никаких эмоций нет. А еще запомни, чтобы достичь высшего уровня, нужно обо всем забыть. Черт, а кто я? Ты помнишь, кто я? А кто ты? Если я скажу тебе, разве ты не опустишься уровнем ниже? Что это? Надеюсь, в твоем действии есть какой-то смысл. Это называется умение слышать. Умение слышать? Чтобы открыть этот навык, ты должен забыть о том, кто ты. Ты должен забыть обо всех страхах, обо всех удачах и неудачах, успехах и провале. Забыть обо всех негативных эмоциях. Тогда ты достигнешь уровня небесного глаза. В этот момент тебе откроется способность слышать. Слышать мельчайший вздох твоего оппонента. Это и есть умение слышать. И это здорово. Хочу изучить. Ну, для этого нужен талант. Не думай, что у тебя он есть. Боюсь. Чего боишься? Нельзя ничего бояться. Только бесстрашие может творить чудеса. Ну что, я уже от всех уклонился? Нет, сзади все-таки есть. Еще. Хорошо. Учитель, как использовать этот физраствор? И что насчет этих лекарств? Я сделаю все возможное. Но тай-чи и квай-гон — это не панацея. У твоей бабушки проблемы с кровеносными сосудами. Это требует хирургического вмешательства. Значит, нужно доставить ее в больницу. У вас хватит денег? У нас в деревне есть компания по сбору пожертвований. Но ей придется идти несколько часов до больницы. Я боюсь, она не сможет. Сью, не беспокойся. Бабушка будет в порядке. Какой кошмар. Что? Вашей деревне нужна помощь, которую я как раз могу предложить. Я дам пять миллионов. Можно будет доставить бабушку до больницы на вертолете? Расслабься. Если мы будем тратиться, даже если ты проиграешь, я все равно дам пять миллионов. Но если ты выиграешь, я дам десять. Но, думаю, для тебя это просто невозможно. Рассмотри это предложение. Не надо, не надо. Не надо быть таким надменным. Еще рано. Хорошо, босс. Сестра, с помощью этих денег мы сможем спасти бабушку. Фон, я думаю, нет смысла соревноваться с ним. Мы придумаем что-нибудь еще. Папа, ну что, идти мне или нет? Это твое решение, не мое. Помнишь ли ты, когда я оставил твою маму? Что я тебе говорил? Помню. Ты сказал, неважно, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться, будь собой. Именно. Обдумай это. И реши сам. Законы тай-чи схожи с законами жизни. Проблемы в жизни будут появляться постоянно. Тай-чи учит нас. Столкнувшись с проблемой, мы не бьем в ответ. Мы должны обратить проблему себе на пользу, в силу созидания. Продолжение следует... Я понял все это из моих тренировок тай-чи. Настоящее счастье бывает абсолютно разным и необязательно материальным. Когда ты спокоен, расслаблен и находишься в равновесии, только тогда ты можешь принять правильное решение в жизни. Я чувствую это. Я нашел настоящего себя. Где-то глубоко в сердце я идеален. И я герой. Герой начинает просыпаться во мне. Герой. Герой. Мой толстячок. Толстячок, не оставляй меня снова. Субтитры создавал DimaTorzok Ты уходишь? Мама знает об этом. Я отправляюсь в Гималайи изучать утерянную технику китайского массажа у местного монаха. Бедная моя мама. Я думаю, Сюзанна начинает понимать мои идеалы. Тогда почему бы просто не попрощаться с ней лицом к лицу? Я не боюсь, что она не сможет принять этого. Я боюсь, что никогда не смогу оставить ее, если я попрощаюсь с ней лицом к лицу. Но я должен это сделать. Таковы мои идеалы. Я понял. Отдашь это маме. Музыка. 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 Это тебе. Большое спасибо. Посмотри. Смотри. Подходят. Спасибо. Фон, ты правда будешь драться с Ченом Фукунгом? Он тебя так ненавидит. Ты не боишься быть раненым или, если честно, боюсь? Но как только я начинаю думать о значении этой драки, я забываю обо всем другом. Помню, один великий мастер сказал, «Если я смогу забыть свои страхи, я могу забыть и о себе. Если я смогу забыть о себе, тогда я смогу сотворить чудо». Но Чен Фукунг изучал каратэ в течение 18 лет, а ты изучаешь тай-чи всего 3 месяца. Это же просто невозможно. Я знаю. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Босс, сколько раундов вам понадобится, чтобы расправиться с ним? Меньше чем один Не бойся Не бойся Расслабься 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 Все в порядке Расслабься Черт, ну почему прямо сейчас сломалась? Давай Ладно Умри Расслабься 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 Ай! 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 Что это происходит? Да, у меня тут есть пять миллионов для тебя, чтобы ты помогла беднякам. Где ты раньше был? Ван Йинь. Я правда уважаю и восхищаюсь тобой. Даже если мы не сможем стать мужем и женой. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Прошу, возьми. Сдавайся. 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 Может победить каратэ. Ну ладно. Используй против него блок внезапного грома. Точно. Внезапный гром. Хватит драться. Хватит драться. Ты должен оставить все свои страхи, эмоции, победы и поражения. Отпусти все негативные эмоции, чтобы услышать малейший вздох твоего оппонента. Это и есть умение слышать. Хватит драться. Отпусти, мне не нужна твоя помощь Я не отпущу Зачем ты помогаешь мне? Замолчи, я помогаю не тебе Я боюсь, что некому будет отдать мне деньги Отпусти, мне не нужна помощь Я тебя не отпущу Чифун 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 С ними всё нормально Помогите Помогите же Прости, из-за меня ты испортил репутацию Но твоя любовь меня немного пугала Я не могу принять это Я наконец осознал Что всё, что я сделал Было очень пугающе Точно Чифун был прав Получение хороших оценок Не является целью обучения А любовь это не победа Или поражение Нужно быть счастливым Нужно быть счастливым Победитель ты Или проигравший Это же не самое важное Не так ли Ты должен любить её искренне Окружить её своей любовью Как солнечным светом А ещё Ты должен давать ей Немного свободы Пошли Ты правда будешь ждать меня У меня нет выбора У тебя есть идеалы У меня есть моя цель Тебе нужно обучаться Компьютерной анимации За границей Чтобы помочь отцу А я должна остаться В деревне Тайчи А ты Ты уверен, что не хочешь Покинуть это место Не уезжай Не уезжай Ванг-Ванг Иди сюда Мама Папа оставил письмо Перед тем, как Уехал Сюзанна Если ты читаешь это письмо Значит, я уже уехал в Гималайи Так и зовущим меня Моим непрактичным идеалом Надеюсь, ты сможешь понять меня Я вернусь Как только смогу Когда я позвоню, пожалуйста Не бросай трубку Чифун В каком направлении В том Проклятый толстяк Возвращайся быстрее Я буду ждать тебя Возвращайся быстрее Ты должен вернуться Я буду поддерживать тебя Но ты должен вернуться Неважно, с какими проблемами Придется столкнуться в жизни Будь собой Фильм перевел и озвучил Честерфилд 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 Ты просто великолепен. Эй, парень, что, уже заканчиваем? Меня сегодня уже в 90-й раз швыряют. А, ну тогда ладно.